Партия Единая Россия Вы начали с молодежного крыла, с молодой гвардии Единой России. Сегодня наша организация молодежная отмечает день рождения. Именно сегодня, в этот день, 12 лет исполняется организация. За это время партия, естественно, модернизировалась. На сегодняшний день уровень поддержки партии Единая Россия находится на достаточно высоком уровне. Электральный рейтинг 52%. Это активная работа региональных отделений партии. В данном случае Якутское региональное отделение не является исключением. Все последние электоральные циклы, которые проходили на территории республики, партия выступала достаточно эффективно. Задача любой политической силы – это победа на выборах, это реализация тех наказов избирателей, наказов населения, проблемных вопросов, с которыми они обращаются. И в данном случае эта работа в регионе поставлена на достаточно высоком уровне. За это время та молодежь, которая в 2005 году приходила в партию, получила возможность такого карьерного лифта. Многие из них являются депутатами законодательных собраний регионов. Кто-то из них работает в органах исполнительной власти. Таким образом, кадровая скамейка для нашей партии сформирована. И задача партии – обращать внимание на работу в регионах. И региональной повестке в нашей работе будет уделяться повышенное внимание. В том числе будут продолжены работы по подготовке молодых руководителей для… Безусловно, акцент на партийную учебу, учеба разных уровней, региональная, межрегиональная. И планируется запустить федеральную партийную учебу, куда как раз представители регионов будут приглашаться, для того, чтобы они могли обмениваться лучшими практиками региональных отделений. Таким образом, партия не должна стоять на месте. Партия, как любая политическая сила, должна развиваться. В разное время у партии было множество проектов. Какие из них вы считаете наиболее успешными? Может быть, они дальше продолжат свою жизнь? И какие проекты ждать новые? Жизнь не стоит на месте. Партия реализует те проекты, которые находят отклик у населения, которые направлены на развитие территории. И те партийные проекты, которые на сегодняшний день реализуются, такие как городская среда, парки малых городов, сельские дома культуры – это то, что влияет на качество жизни и на комфортной жизни населения на конкретных территориях. Поэтому реформа партийных проектов, которая сейчас планируется, делается не ради реформы, а для того, чтобы сконцентрировать наши усилия на конкретных направлениях, которые дадут конкретный результат. Это повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания. Нашим гражданам важно, чтобы на расстоянии вытянутой руки была доступна медицинская помощь, были доступны детские сады, школы и так далее, спортивная инфраструктура. То, чему в республике на самом деле уделяется повышенное внимание. Вы отметили, что Якутское региональное отделение партии показывает хорошие результаты. Какие Вы посоветуете вещи якутским коллегам для повышения эффективности своей работы? Мы завтра будем предметно это обсуждать. Мы встречаемся завтра с активом регионального отделения. Те реформы, которые мы предлагаем к съезду, который пройдет 22-23 декабря, это реформирование системы работы межрегиональных координационных советов, это определение модели проведения предварительного внутрипартийного голосования. На самом деле мы будем предлагать открытую модель для выборов регионального уровня, но с учетом масштабов территории республики, удаленность многих населенных пунктов по выборам местного уровня. Модель может отличаться. И в этой части сегодня коллеги, представляющие регионы для Невосточного федерального округа, сошлись во мнении, что все-таки единого лекала здесь быть не должно. Ну а какие-то конкретные моменты работы регионального отделения мы обсудим завтра на встрече с активом. Будут предложения со стороны регионов, мы их готовы услышать. Вектор внимания смещается в сторону субъектов, в том числе и с точки зрения финансирования работы региональных отделений. Это говоря про участие в выборах. А если говорить по персоналям, почему спрашиваю, вы знаете, что в парламенте Якутии в следующем году будут выборы происходить. Все-таки какие требования будет партия выставлять, так скажем, к потенциальным кандидатам? Требования, они сформулированы. Есть процедура предварительного интерпартийного голосования, в которой может принять участие любой желающий. Для нас важно, чтобы она была максимально открытой, максимально прозрачной, чтобы действительно это была борьба программ, конкуренция. И в результате этой конкуренции вы являлись действительно лучшие. И потом лучших поддерживает партию и выдвигает их кандидатами. А какие есть еще инструменты, кроме как процент голосов на выборах, для оценки эффективности региональных ячеек? У нас разветвленная сеть общественных приемов. Председатели партии – это тот инструмент, который работает непосредственно на первом звеном с населением, принимает наказы, принимает жалобы, обрабатывает их. Это один из критериев оценки. Реализация парт-проектов. Ну, что греха таить, есть регионы, которые по проектам городской среды находятся, мягко говоря, там не в лучших. Якутского регионального отделения это не касается, но, тем не менее, это один из индикаторов работы. Средства выделяются, они должны вовремя и качественно осваиваться по срокам, по суммам, по прозрачности. Поэтому критериев, на самом деле, очень много. И они не только лекторальны. Вот приступая к исполнению обязанностей генерального секретаря генерального совета партии, вы одним из первых сделали заявление о переносе центра тяжести партийной работы в регионы. И первым регионом, который вы посетили, стала наша республика Саха-Якутия. Почему выбрали именно Дальний Восток? Ну, мы начали серию региональных поездок с Дальнего Востока. Послезавтра мы в Сибири, через два дня мы на Урале. Таким образом, до съезда мы проедем все территории. На самом деле, активная позиция регионального отделения, активная позиция секретаря, желание обеспечить обмен лучшими практиками, послушать, чтобы регионы послушали друг друга. Поэтому площадка в Якутске была выбрана для проведения этого совещания. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы и желаем вам плодотворной работы на якутской земле. Спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин